Королевская семья Опра Винфри, где она говорит о том, что семья бросила ее. Чтобы сопроводить супругу принца Гарри во время адаптации к обязанностям, ей были предоставлены специальные люди для борьбы с критиками, утверждает он. Перед свадьбой королева Елизавета II дала поручение своему опытному помощнику Саманте Коэн, Саманта Коэн, объяснить Маркл принципы работы монархии, подчеркнул биограф. Ранее Меган Маркл заявила, что стала жертвой клеветнической кампании королевских придворных после того, как в британской прессе появилось сообщение, что она плохо относилась к своим помощницам. Кроме того, герцогиня выиграла суд против британского таблоида The Mail on Sunday, который незаконно обнародовал ее личное письмо отцу. Накануне церемонии вручения премии Иршот, учрежденной принцем Уильямом за лучшие достижения в области сохранения окружающей среды, отец Уильяма, принц Чарльз, оставил в соцсети теплое и очень личное сообщение, в котором рассказал, как гордится Уильямом за ту работу, которую он делает. Как отреагировали на это поклонники герцогов Сасекских, даже описывать не надо. В комментариях к этой новости поднялась волна возмущения, почему Чарльз выделил своего старшего сына, хотя и младший, Гарри, немало своего времени уделяет проблемам защиты экологии. Ну да, накануне вот выступил против крупных корпораций, которые строят в дельте африканской реки Акованго буровые вышки для добычи нефти, что пагубно влияет на экологию. И практически одновременно заявил, что стал партнером по влиянию и вкладчиком американской компании этического инвестирования Этик, которая так этично борется за экологию, что вкладывает деньги в компании, поставляющие буровое оборудование для нефтегазовой отрасли. Однако свое недоумение высказали и люди серьезные. В частности, австралийский королевский комментатор Даниэла Эльзер утверждает, что принц Чарльз напрасно упускает из виду герцога Сасекского, выделяя только старшего сына Уильяма. В статье для news.com Огэжа Эльзер сказала, на протяжении десятилетий мир видел совместные фотографии принца Уильяма и двух его мальчиков. Вот они катаются на лыжах, вот позируют для рождественских открыток, вот все трое с сэром Дэвидом Аттинборро на премьере его сериала Netflix «Наша планета» в Лондоне в 2019 году. А в том сообщении принца Чарльза, которое было распространено Кларенс Хаусом, офис принца Чарльза АВТ, особенно заметным было отсутствие множественного числа сын, а не сыновья, без каких-либо попыток включить обоих его детей в такое нехарактерно личное и теплое послание. Гэжа Эльзер добавила, учитывая, что оба его сына подключались к Экой инициативам, было бы совершенно разумно, если бы Чарльз разделял свою гордость за усилия обоих своих сыновей на этом фронте. Вместо этого был выделен только Уильям. Принц Уильям и Кейт Миддлтон не строят иллюзий насчет своих детей. Они прекрасно понимают, что Джорджу, Шарлотте и Луи уготованы абсолютно разные пути. Первенец займет свое место в очереди на престол и будет занят исполнением соответствующих обязанностей, а вот младшие брат и сестра рискуют столкнуться с неизвестностью. Чтобы не допустить такого исхода, кембриджские сосредоточились на том, чтобы найти правильный баланс в воспитании детей. По словам королевского эксперта Камилы Томини, Уильям и Кейт не намерены повторять ошибки своих предшественников. Герцог и герцогиня Кембриджская надеются, что каждый из их детей сможет построить собственную карьеру. Они не желают, чтобы история повторялась, а принц Луи казался королевским прихвостнем и пошел по пути герцога Йоркского, пояснила госпожа Томини. Следует отметить, что забота кембриджских о будущем для детей более чем своевременна. Дело в том, что принц Чарльз, первый наследник Елизаветы II, планирует пересмотреть структуру королевской семьи и отсеять многочисленных побочных родственников монархии. «Возможно, в будущем королевская семья будет включать в себя меньше человек, чем мы привыкли», – пояснила Камила Томини. При таком раскладе многие из тех, кто привык полагаться на связь с короной, будут вынуждены устраивать свою жизнь самостоятельно. Герцоги Сасекские воистину гости из будущего. Все реальные дела у них в прошлом, а сейчас сплошные проекты, которые на старте и вскоре будут воплощены в жизнь. Однако, даже если владельцы Netflix, да и Спатифи тоже, были заинтересованы в принца Гарри и Меган Маркл исключительно как в узнаваемых и популярных личностях, способных поработать на рекламу этих медиагигантов, не особо требуя от них производства контента, то чем дальше, чем больше сделок заключают Сасекса, тем более нервным становится руководство этих компаний. На самом деле. Ну как так? Netflix и Спатифи на перегонки застолбили за собой право на бренд Сасексов, посулив им многомиллионные гонорары. Выплатили или нет полностью? Вопрос второй. Выплаты явно поступают, пусть и в каком-то процентном соотношении от суммы договора, поскольку Сасексы на что-то живут и живут не так уж плохо. Только содержание дома в Монте-Сито и оплата охраны обходятся Гарри и Меган в сумму, превышающую 4 миллиона фунтов стерлингов в год. А ведь они еще как минимум что-то едят. Разумеется, Netflix и Спатифи не приобрели эксклюзивные права на Сасексов и их бренд, но вправе рассчитывать на некоторую лояльность со стороны Гарри и Меган. Ведь эти компании вот уже год терпеливо ждут, пока Сасексы родят и подрастят дочь, а также когда же они, наконец, родят идеи годного контента. О новых подкастах для Спатифи не слышно ничего. Для Netflix Сасексы запланировали два проекта. Гарри – документальный сериал о подготовке к играм непокоренных, которые пройдут в апреле 2022 года в Гааге. Меган – мультсериал «Жемчужина». Если с проектом Гарри хоть что-то понятно, он выйдет в преддверии игр, то же «Мчужине» от герцогини Сасекской этого неизвестно. А Гарри и Меган тем временем старательно предлагают себя и пока еще берут уже другим компаниям. То стартап «Бета-Апп», куда Гарри устроился, чтобы помогать людям с решением психологических проблем. То договоры с издательствами у Меган на выпуск детской книги, у Гарри серии из четырех книг, две из которых личные мемуары герцога. То, наконец, пресловутая сделка с инвестиционной компанией «Этик», о которой Сасексы объявили некоторое время назад. Предполагается, что они не только вложили средства в компанию, но и станут для этих партнерами по влиянию. То есть, как интерпретировали королевские эксперты, рекламной вывеской будут участвовать в рекламных акциях для продвижения идей компании «Этик», в том числе в телевизионных роликах. Получается, что Гарри и Меган, не отработав толком на Netflix и Spotify, уже бросились в очередные проекты. Королевский комментатор Нил Шон сообщает по этому поводу. «Источники в Netflix и Spotify рассказывают мне, что руководство этих компаний нервничают и вполне закономерно, поскольку они чувствуют, Гарри и бывшая актриса кабельного телевидения Меган Маркл не оправдывают их ожиданий и к тому же разбрасываются, заключая контракты направо и налево. Существует также путаница с Арчивелл, то ли это благотворительный фонд Сасексов, то ли производственная фирма, цель которой пополнять банковский счет Гарри и Меган. Их последний контракт с Этик Бенкин вообще вызывает недоумение, поскольку Сасексы – небольшие специалисты в финансах. Но Меган еще что-то, может быть, понимает, а Гарри до последнего времени жил очаровательной, беззаботной жизнью, и финансы его не интересовали вообще. А между тем, как мне шепнули мои источники в Netflix и Spotify, боссы этих компаний нервничают настолько, что желают видеть отдачу от своих вложений в Сасексов как можно скорее не позднее начала 2022 года. А иначе контракты будут расторгнуты». Масштабная экологическая инициатива принца Уильяма завершилась гала-концертом. Герцог Кембриджский решительно приступил к выполнению своего десятилетнего плана по спасению планеты, и уже сегодня мы можем увидеть первые результаты его усилий. Премия Эршот Прайс призвана объединить талантливых и неравнодушных людей со всего света в борьбе за окружающую среду. Пятеро победителей из числа тех, кто представлял конкурсные работы, получат по 1,3 миллион долларов на реализацию своих проектов. Многие знаменитости появились на церемонии в качестве ведущих или участников концертной программы. Последними прибыли почетные гости – принц Уильям и его супруга Кейт Мидлтон. В соответствии с тематикой мероприятия, организаторы настоятельно просили отказаться от покупки новой одежды для вечера. Так, ведущая Эмма Томпсон выбрала брючный костюм, в котором ранее появлялась на встрече с герцогом Кембриджским. А Кейт Мидлтон снова примерила платье, в котором посещала церемонию Бафта 10 лет назад. Принц Уильям планирует проводить акцию каждый год в течение ближайших 10 лет. Сегодня здесь собрались невероятные люди, поделился впечатлениями один из финалистов – Сэм Титчер, работающий над восстановлением коралловых рифов. Все участники так вдохновляют. Мы уже думаем о том, чего может достичь сообщество Иртшот, если мы будем действовать сообща. Многие люди говорят о премии и представленных проектах. Мы уже многого достигли благодаря принцу Уильяму.